Слово предоставляется Александру Сергею Александровичу, первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Дорогие друзья, соратники, единомышленники, от имени Коммунистической партии Советского Союза приветствую вас на славной героической земле Великого Октября в городе Герои Ленинграде. Я благодарю Российскую Коммунистическую рабочую партию за хорошую высокую организацию этого юбилейного научного форума, Коммунистическую партию Греции за выработку концепции проведения этого мероприятия, за помощь и предыдущих накладчиков за то, что смогли поднять высокий уровень планки обсуждения проблемы. Мы вот часто многие здесь бываем на международных форумах, международных крупных конференций, которые проводятся часто в районе Среднет и так далее, и мы видим, что порой те, кого сюда не пригласили, я имею в виду те партии опротунистические, раскистские и так далее, кто там участвует, они порой как бы разговоры весь уводят от той главной ключевой темы, которую мы наоборот всех подтягиваем. Это было и в приветственном слове Игорь Аркадьевича Тюлькина, это было и в докладе, который сделала Коммунистическая партия Греции, другие товарищи, в частности, мне понравился очень доклад нашего товарища из Социалистического народного фронта Литвы. Тысячелетия чаяния и стремления людей к миру, свободе, равенству и братству, победы Великой Октябрьской социалистической и последующих социалистических революций в других странах. Мировой опыт Международного коммунистического рабочего движения показывает, что замена капитализма в социализм является закономерностью развития человеческого общества. Однако этот процесс длительный и извилистый. В своем устном докладе я сократил много материала, посвященного причинам революции, опыту, анализу революции уроком октября. А это будет потом уже опубликовано. Поэтому сейчас я на многих этих моментах, о которых говорили мои предшественники, я, так сказать, останавливаться подробно не буду. Я, наверное, больше всего лучше скажу о тех, остановиться на тех отдельных моментах, которые, на мой взгляд, немножко меньше были освещены, и которые в данный момент, может быть, меня, так скажем, доставляют размышлять о причинах гибели нашей страны и болезни, которые привела, конечно, болезнь партии. Успех революции был, как мы знаем, обусловлен созреванием объективного, субъективного фактора, созреванием революционной ситуации, наличием боевой партии, возглавляемой гениальным вождем Владимиром Ильичем Лениным. Однако мы понимаем, что даже наличие организованной, идейно сплоченной партии не гарантирует успеха революции. Может быть, совершен переворот, но не обязательно свершится революция. Важно продолжить революционные преобразования и довести революцию до победоносного завершения. На это уходят долгие годы, многие поколения ратного подвига коммунистов и трудящихся. А если авангард рабочего класса, коммунистическая партия перестает быть таковой, перерождается, теряет доверие народных масс, то контрреволюция переходит в открытое наступление. Причем движущей силой, социальной силой этой контрреволюции, ее ядром, становится политическая элита из числа партийной номенклатуры, что, в частности, произошло в Советском Союзе. Не случайно одним из ключевых тезисов и терминов, которые имеются в ряде докладов коммунистических рабочих партий нашей с вами конференции, этот тезис об обеспечении диктатуры пролетариата на протяжении всего периода социалистических преобразований. Однако не любая коммунистическая партия, как показал опыт, оказывается способной длительное время обеспечивать диктатуру пролетариата. В то же время, многовековой опыт большинства буржуазных государств демонстрирует умение и способность буржуазии сохранять свою власть и буржуазную диктатуру не только насилием, но и добиваться общественной поддержки. Формат и основная тема нашей конференции не предполагают обсуждение технологии удержания власти, в частности связанных как с манипуляциями, подкупом и так далее. Я на этом оставляться не буду. Это всего лишь методы. Наша конференция с вами больше методологическая. Поэтому я не буду тратить на это время. Скажу лишь, что опыт коммунистического строительства пока не выработал однозначных и безошибочных рецептов успешного осуществления диктатуры пролетариата без издержек и ошибок. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, это факт, над которым надо думать. И вырабатывать некую модель. Мы сталкивались с фактами, когда партийная номенклатура, оторвавшаяся от рабочего класса и его союзников, крестьянской интеллигенции, наделяла себя полномочиями осуществления диктатуры от имени рабочего класса. Все это приводило к серьезным нарушениям партийного строительства, коррозии идеолого-теоретической и идейно-воспитательной работы. Идеяно-теоретическая работа в нашей партии, особенно со второй половины 50-х годов, не отвечала насущным потребностям развития социализма. Марксистско-ленинская наука, коммунистическая мысль не развивались. И, соответственно, политическое образование превратилось в начетничество и цитатничество. Между тем, в мире социально-политические науки, науки о человеке не стояли на месте, они развивались. В странах капитала серьезно изучался человек, и социально-политические процессы, включая те, что происходят в социалистическом лагере. Наш классный враг не дремал, а методично вел продуманную борьбу против стран социализма. А каких успехов на поле битвы за умы советских людей добились наши бойцы идеологического фронта? Следует сказать, что в 60-е годы 20-го века и последующие годы отделы ЦК партии, отвечающие за науку и идеологическую и теоретическую работу, включая печатные издания центральные, оказались не способны генерировать научную мысль, но и объективно оценивать, не только генерировать научную мысль, но и объективно оценивать нарастающие негативные тенденции и сигнализировать партии о происходящих в обществе и государстве процессах, вырабатывать научно обоснованные предложения ускоренного развития страны. Я говорю об этом не для того, чтобы охать и ахать. Ах, мы не смогли выработать наши ученые, партийные инспекции в ЦК партии этих отделов, не смогли как бы генерировать мысль. Я еще раз повторяю, не для того, чтобы охать и ахать, а для того, чтобы мы попытались понять, а почему это произошло в партии, почему партия не способна была это делать, почему партия заразилась для болезни, какие работали механизмы в партийном аппарате, которые тех людей, кто мыслил, они их, так сказать, отправляли куда-то, а, так сказать, всякую серость поднимали на верх идеологической работе. Потому что в любом случае, когда мы возберем власть, мы не должны наступать на те же графли опять, и опять не перенести к очередному 91-му году нашу страну. Начиная с 91-го года, до сих пор стало модно всю вину, за случившуюся нашей страной, валить, и об этом здесь уже неоднократно многие говорили, на малообразованных и малокультурных партийных руководителей, начиная с Хрущева и заканчивая предательством, неспособным управлять партией страной Горбачева. Но даже негативная, заслуженная критика в их адрес, это заслуженная негативная критика в их адрес, этих персонажей в судьбе нашей страны, не является достаточно точным и объективным эпигризом болезни нашей партии. В конце концов, будем так честно говорить, что на руководящие посты этих людей избирала партия, избирала ЦК партия. За все решения партии, включая те, которые здесь критиковались, голосовали члены ЦК, в том числе, если мы говорим о 50-х годах, те члены ЦК, которые вступили в партию еще до войны, надежные люди, которые, как говорили, верили искренне, искренне готовы идти в бой, шли в бой. Тем не менее, они принимали решения, те, которые сейчас будут критикуны. Как известно, пролетарская партия является выразителем диктатуры пролетариата. Идеи классиков марксизма, диктуры пролетариата, включают в себя две стороны. Диктатуру по отношению к эксплуататарским классам и служащим им враждебным силам. И следующее, это осуществление самой широкой демократии по отношению к широким трудящимся массам. То есть, она диктатура, она не просто диктатура, это двоякая, это и демократия тоже. От развития всенародной демократии зависит судьба социализма. Почему партия не смогла реализовать свою функцию осуществления диктатуры пролетариата? Это вопрос. Многие из этих вопросов, в достаточной мере, еще не изучены. Ну, например, чтобы подтвердить свои слова. Соотношение диктатуры и демократии пока в социалистическом обществе пока не изучают. Нет ни одной научной работы, ни одной научной монографии на эту тему. Серьезно. И даже не сердце. Я коснулся рядом... Есть такие работы. Я еще раз говорю, о соотношении демократии и социалистического общества эти работы не отвечают на те вопросы, которые мы сегодня ставим. Друзья, у нас будет второй ток. Записываем. Я готов потом. Я коснулся ряда партийных проблем, относящихся к субъективному фактору. Максим Ленин знает, что для революции недостаточно наличия сильной партии без созревших объективных предпосылок. Есть ли сегодня объективные предпосылки для социальной революции в наших странах, к примеру, в России? Есть ли сегодня в какой-либо из стран партии, которых представлены наши конференции, признаки грядущей революции? Этот вопрос остается открытым. Насколько сегодня дальше или ближе от социалистической революции Россия, чем это было, скажем, в 1914 году? Как известно, Ленин не за долго до начала революции не знал, в какие сроки она может произойти. Между тем, Россия летела в революцию со скоростью литерного поезда. И остановить этот революционный процесс не мог никто. Даже при желании, никакой отлам не мог остановить тот процесс, который происходил в 1917 году. Если большевики в 1917 году не взяли власть и не победили, то, извините, я немножко открылся. И так, процесс никому не был против. И она, эта революция, свершилась. Сначала буржуаза демократическая, а уже через два месяца, даже меньше, чем через два месяца, после февральской революции, буржуазии, логические силы, каждый поразм, вначале, стали готовиться к установлению диктатуры. Если большевики не победили в 1917-м, то Россию бы залили кровью Кормиловы и им подобные. А Колчак, который мы знаем уже потом, в Казахстанской войне, готовился на роль диктатора, если понять архивные документы, уже в 1917 году, когда его отозвали с Черноморского флота. Когда временный проект отозвался, он просто забегает, не хочу отвлекаться, просто временный проект само испугалась Колчакова, его проливали в Америку, испугали, что он и их смертник тоже. Итак, выбор момента, восстание подобен прохождению в угольное ушко. Ленин этот момент увидел и сумел победоносно использовать, в пользе для революции. Однако, повивальной бабкой революции встала Первая мировая война. Война, породившая революцию. Именно разрушительная империалистическая война. Я почему говорю об этом? Потому что, если перечислять все причины, как становятся веки на ситуацию, то есть какая иерархия этих причин. Я лично ставлю на первое место Первой мировой войны. Именно разрушительная империалистическая война до предела обострела все противоречия империализма. Россию, как слабое звено, привела к социально-экономическому и политическому краху. Как известно, мощные революционные выступления были именно в тех странах, которые были наиболее истощены войной. Это Германия, Венгрия, Россия. Если бы не было глобальной империалистической войны, то маловероятно, что именно в 17-м году у нас нет таких, точно, мы можем утверждать, что именно в 17-м году произошла бы революция. Первая мировая война способствовала развитию социальных сил революции где? В России. Какая Россия была? Христианская. Да, Петроград был рабочий, а Россия была христианская. И я хочу сказать так, что война способствовала, Первая мировая война способствовала, это очень важный момент, пролетаризации и социализации тех самых крестьян, которые были одеты в солдатские шинели. Вот, как крестьяне в годы войны стали пролетариями, по сути дела, по своему духу и по факту. Огромная христианская масса, которая была на фронтах, она пролетаризовалась там. Семьи воздыхают. Да. Оторвая своей земли и семей. Возвращаясь к сегодняшнему дню, следует сказать, что высока вероятность, что научно-технический прогресс и новые технологии ускорят созревание не только субъективного, но и объективного фактора. Мир быстро изменяется, меняются производственные силы, производственные отношения, об этом очень хорошо уже говорила Клара Жубековна. Мир быстро меняется. Вот, коммунистические партии только тогда смогут выдвинуться в авангард борьбы за дело рабочего класса, если научатся формировать трудящимся и вообще широким массам передовую повестку дня. В своем условном сокращенном наступлении я остановился, как я сказал, лишь на некоторых вопросах. Проблема партии революция более подобного варианта предлагается отвечать. Спасибо. Спасибо.